Володя Владимир Юрьевич, компания Sky Cinema Николаевич, есть, не надо, жена позаняла, она срочно там... Новые технологии от компании, он расскажет, какой компании Вы скажете, наверное, про себя, ну что нам могут рассказать китайцы Ну, китайцы за последнее время выросли просто грандиозно Раньше у нас, когда я был в Китае, это было 4 года назад Достаточно долгое Вот за эти 4 года что там изменилось? Там нет пластиковых карточек Там нет наличных денег Их просто нет А как же они находятся? Электронные платежи Впосредством мобильного телефона все То есть все посредством мобильного телефона, абсолютно все Вы можете купить пирожок на рынке посредством мобильного телефона Но вы не можете нигде поменять деньги То есть вы понимаете эту ситуацию Мы туда проехали с деньгами и нигде не могли их поменять То есть это оказалось в некотором плане достаточно проблемным В этой ситуации Про что я вам хотел рассказать? Вот сейчас мы увидим с вами Ронин-2 Что такое Ронин-2? Многие, наверное, знают, что такое Ронин-1 Это электронные столика Я вам принес маленькую операцию его Это Osmo Это Osmo Достаточно большой комплектации Хорошей То есть установлен 4К камера С потоком до 60 мегабит Но это, конечно, поток никакой Сам можно поставить с потоком до 1,6 гигабит Здесь еще на 10 дней Мы, кстати, тестировали с Петром Порядка там 12-14 стопов Соответственно, здесь телефон крепится И можно полностью иметь стабилизированную кальку То есть основная задача этой фирмы Это разработка устройств для полета И для съемок на земле Это прежде всего Система стабилизации И системы управления Вот сейчас мы ее включили Вот она ожила Если сейчас поставить мобильный телефон Она будет сразу же все работать Сможете ее развернуть И вот мы с вами ее поворачиваем Вот стоит В принципе, вы скажете Что это фигня же? Фигня же Ну Я вам прямо могу сказать Поскольку мы это продаем И у нас практически все клиенты Кто покупает данное оборудование Телевизионные компании Либо Телевизионные студии Эта штука решает 90% сериала Взял, побежал куда угодно Бежит Нет, не за ее включайте Надо Она живет Своей же еду Вот Вот, смотрите Она медленно поворачивается За вами Она убирает Эта штука Медленно поворачивается Следующий аппарат Многие скажут Да Наверное, данный аппарат Удевает наш бизнес Это, условно говоря Продажа оборудования Там Киношка Прав Можете 2 раза нажать Удавить Нажете Удавить 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 А? Слежь А? Нет Вот так вот беспилотно Нет Почему Кстати, а здесь камера-то какая? Какие у нее параметры? 4К 60 мегабит А количество кадров в секунду? До 600 Ну то есть 60 кадров в секунду Да Ну это уже старая камера Новые камеры Поддерживают 5К 60 кадров Запись CCD На CCD С потоком 1,60 гегабит Это вот старая камера А в прошлом году они купили компанию Mamiya И в этом году обещают новую камеру Которая будет совершенно драматическая То есть они обещают до 6К 2 или 7К Пока под вопросом И возможно будет под 60К Казенблат А Казенблат Извините Казенблат И там еще второе Наконец-то они обещают нормальный динамический диапазон Ну Как это используется? Вы оператор Вы наверное видели Как с этой камерой Снимали Да Нашего президента На параллель 9 мая Шел президент А перед ним шел Задан дядякий человек С рюкзаком на спине Где стояла сразу же передача на флайку Вот на этой камере Она у нас просто в магазине Как мы ее даем Всем попользоваться Там на разных условиях Но вот эта вот Чаще всего работает на телеканале ВДРК ВДРК чаще всего ее берет Если у них своих не хватает Это для съемки оперативных репортажей Или по съемке сериалов А цена ее какая? Ну смотри Цена на этой штуке Целиком по Где-то около 70 тысяч рублей Вопросы дорого или недорого? Нет А фокусное расстояние? Правильно Революбируется фокус Ну от а до Какой? Фокус не фиксированный Вот Здесь фокус управляется Зума нет Только зума нет Только зума К сожалению Не разрисовка Шлина угла Вот здесь вот На этом объективе Который здесь стоит Поэкция 80 градусов Это на этом Вы можете поставить И 25 мм В КРОП ФАКТОРе 2 Здесь соответственно В КРОП ФАКТОРе 2 Получается 50 мм Можно поставить Максимум 100 мм Уже почти пересчитанное Из-за габаритов? Из-за того, что Меняется разрисовка Призумия И сюда поэтому Подходят только Специальные объективы Которые выпускает Компания Олимпус Достаточно хорошая С нормальной Просветленной Оттикой И со всем остальным Это вот Простая вот Такая вот игрушка Скажите Коптер беленький Такой как обычно Да Такой же как обычно Ну кто-нибудь думал О том Какие используют технологии? GPS навигация GPS навигация Это уже старая Прежде всего Камера На точно Таком же прибыль В результате У нее Есть Отношенные Вибра А как же Вот такой Вес Может работать Любые Вот эти Подвесы Работают На субпиксельной Стабилитации Что это значит? У них где-то Две Два сотых Градуса Колебания И они идут непрерывно То есть если он Включить И руку положить На подвес Если у вас Очень тонкая кожа Вы ощутите Мелко 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 Вибрирует Вот этот угол Где-то Две сотых Градуса Две сотых Где-то Находятся Горы Сейчас Попробую Поставлю Вот Как раз Сонарон 2 Можно поставить Ари Горы То вы заметите Следующее Поскольку основной Объект У вас стоит Не меняется его Градиция То у вас Задний фон Который расположен Достаточно далеко Вы заметите Следующую вещь Его граница Чуть-чуть скачет Где-то на юридическом Вот это Динамическая Стабилизация Вот Ронин 2 С камеры Ари Раньше Это было невозможно Ну Вот такой Короткий ролик А там Переключаются Режимы То есть Есть разные Режимы А что значит Разные режимы Вот давайте Допустим Здесь достаточно Как это сказать Жестко Камера Фиксируется Или следует За направлением Качание Или дрожание Оператора Ну то есть Не дрожание То есть Будем говорить Колебание Да Колебание Колебание Я вас понял Смотрите Оно может быть Да Я вас понял Смотрите Ситуация простая Вы через телефон Можете его настроить Как угодно В чем именно Особенность использования Вот таких электронных устройств Вы должны понимать Как они работают Студенты Кто это заказывает Кто это использует Съемку И второе Требовать Профессиональных Специалистов Которые могут В нужный момент Отключить стабилизацию По одной оси Или ее Загрубить Либо наоборот Полностью Отвязать Для того чтобы Тот кто бежит с ним Ухращаться Практически На 90 градусов Или второй вариант Вот Ронин Мы сейчас На данном ролике Если заодно Можем посмотреть Вы увидите Он вешается На краны Вешается На подвесные дороги На машины Как угодно То есть В чем плюс Вот этих всех систем Бонтируйте Куда угодно Используйте Все Но при этом Занимается Спортом Потому что Вот с этой штуки Когда убежат Часа полтора Руки отваливаются Что левая Что правая А тут в трехлогах А обвес какой Вот это Весит Килограмм 200 А Ронин В полном обвесе Весит Больше 12 кг Да Но Его можно повесить На экзоскелет Но к сожалению Есть одна проблема Экзоскелет достаточно дорогий И наши Эти телекомпании Очень на них экономят Поэтому Молодые студенты Поскольку будете Работать наверняка С Ронинами Сразу же предупреждаю Идите в качалку Качайте плечи Да Плечи качаете Другого варианта нет Потому что Ронин и Все что связано с Сельхоновым стедикамом Аймуи Все остальные Муникамы Они в любом случае У вас будут использовать Потому что Это будущее И оно уже здесь Еще один совет Если вы маленького роста Ну не используйте стедикам никогда Потому что вы умрете сразу Потому что Мы Наверное Обслуживали стедикам Он кстати Вертолет Коптер обгоняет Скорость полета У него до 70 км в час Вот кадр сниму Inspire 2 Там стоит Точно такой же подвес Сегодняшний день Будущее уже пришло Гласно Вот Что я посмотрел В DJI Там есть на всеобщую площадку Я был удивлен, как они используют все это оборудование. Вот привязать вот это на палку не составляет у них никакого труда. Воображение просто безумное. Берут палку, привязывают, засовывают в окно. Берут Inspire просто в руки и пошли снимать кадр. Заместо Steadicab. Нужно две камеры. Это работает Inspire и плюс еще кто-то с Redding. Вы понимаете, это все работает разумно. Но я его продолжу. Что здесь бросается в глаза? Да ничего. Но! Вот это все сделано из магнилос-плава. Матрица здесь стоит 1 дюйм. Я надеюсь, вы знаете, что такое 1 дюйм матрицы. Какое дело? О! Углый человек! По объективу. Как он там называется правильно? То есть 16 мм. Дальше. А можно ответить? Конечно. Объектив. Он не съемный. Но 1 дюйм за таким маленьким объективом нет? А вот правильный вопрос Пётр задал. Дальше. Вы скажете, хорошо, а что здесь еще есть? Сенсоры. Оптические определения трехмерного пространства перед собой. От дальнейшего до 15 метров. Назад. Сенсоры определения также пространства до 15 метров. То есть строят трехмерную модель. Справа-слева определяет дальность, освещенность объекта. Вдобавок. Низ сенсор. Культур звуковой высоты. Барометрический сенсор. Типа как мышка, определяющая положение комплекропространства. Плюс рисующий на земле объемную структуру. А это можно? Нет, его вытащить нельзя, потому что она там внутри. Но вы можете вытащить из другого класса аппаратов. Типа матрикса 200-го и все остальное. Там просто есть доступ к этой системе гваданса и там можно скачать. А это ультразвуковое? Ультразвуковое, оно строит только высоту. Ультразвуковое не может построить объемное. А тот, который использует нейросети и компьютерное зрение, по-моему, для... Нейросети, он не подключается к нейросетям. В нем просто находятся два сенсора раз-два. Это же это мог. А? Какой-то же есть диджай, это мог. Ни один не подключается к нейросетям, потому что они чаще всего решены. Нет, не подключается. Я имею в виду, имеет на борту и используют сенсоры для... Смотрите, вот сенсор раз, вот сенсор два. Стерео-база. Около 120 мм. Соответственно, снимаются две картинки с разрешением где-то 0,7 Мп. И все. И потом на базе двух картин строится трехмерная пространственная сенсория. Да? Все остальное это несколько дороже и все сложнее. Но я вам так лучше сказать. Внутри две инфрациальные системы. Один компас, два... Ой, два компаса и один GPS. Какой максимальный подъем? Ну, я имею в виду, что... Какой вес поднимает? Камеру. А что еще? Да? Ну, под него нет. Вы же видели только что видео. Используют... Передача видеосигнала. До семи километров HD сигнал. Не может быть. Ну, вот реально, можете поехать на поле и проверить. То есть это HD, не Full HD, да? Нет, не Full HD. И управляем. И управляем. Да. До семи километров. Да. Мы летали. И сколько стоит эта штучка? Стоит 96 тысяч рублей. Вы скажете, кто это использует? Я вам прямо отвечаю. Все новости, что вы видите по телевизору, снимаются на этих аппаратах. Все абсолютно новости снимаются. Все. Вот все, 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 все. Сирии летают, в Донбассе летают. Все каналы летают на этом аппарате. Я, кстати, видел, потерял, где придумали какие-то сетки для улавливания подобных устройств. Вы понимаете, в любом случае придумали. В любом случае будет борьба электронная. Будет какая угодно. Будет их угонять. Будет все то же самое, что с автомобилем. А оно у нас такое аппаратное? С 40 минут. А, нет, обманулась. 30 минут, извините. Это при полной загрузке, то есть и... А у него нет другой загрузки. Все? Нет, я имею ввиду, что это задействовано все функции. Да. Ну, сейчас какой-то... Передачка вместе. Нет, сам передачка работает пять часов. Ну, пять часов. То есть, вы понимаете, вот мое использование этого в съемках показало. Если у вас есть три батарейки зарядного устройства, вы за день столько вылетаете, сколько ни один режиссер придумать не может. На первый полет вы вылетаете, всем интересно, что ты снимаешь. Потом говорят, ну, ты знаешь, а давай-ка вот ты сам подумай, что вот здесь вот надо снять. У нас вот примерно вот здесь вот такой кадр вступления к этому, к твоему фрагменту, а вот здесь вот где-то вот мы должны выйти примерно вот так. Все, и вся группа уходит. Что вам рассказать про сумки? Прежде всего, научитесь общаться с операторами. Вы, операторы вот этой машины, никогда не должны говорить, лети направо, лети налево. Ну, надо объяснить, что должно быть в кадре. Потому что лети направо, лети налево, оно не всегда соответствует положению машины в воздухе. Может, для того, чтобы он прилететь направо, надо с вами обсудить и прийти слева направо по определенному маршруту. Потому что он здесь прилететь не может. Почему не может? Вы не знаете, а он может быть и знает. Потому что вот здесь стоит столб, а вот там на тянут провод. Пока он вам это будет объяснять, у вас уйдет солнце, режим уйдет, все уйдет. Лучше это заранее договариваться о том, что нужно в конце. То есть идеально это показать раскадровку, что хочется. Вопрос, а стереоаппаратов у нас нет? Стереоаппаратов у нас нет, но мы летали с двумя редами. Если у вас стоит вопрос. Без вопросов. Два реда повесим, слетаем. Без единого вопроса. Ну это будет аппарат весом порядка 25 кг. Просто гигантский. Но хорошо. Мы с вами поговорили о том, что весом полтора килограмма. Но вы часто, когда вы ездите далеко. Вот мы с Андреем Осиповым достаточно часто работаем. Чаще всего используем вот такой аппарат. Вешается просто на поиск. И что это? 4К как круг 60 негабит. Но цветность, конечно, здесь страдает. Из-за того, что маленькая оптика. Маленькая линзочка. Маленькая матрица. Но что это дает? Да, валят. Я считаю, что один из самых маленьких кококоперов, которые назначены для нормальной силы. Те же самые 30 минут полета. Сколько стоит? 65 тысяч рублей. Кстати, за последние года 3-4 вот эти устройства подешевели. Ну, раза в 4. Они не дешевели. Они так и стоят. Вот так же. У них функции изменены. Один мой коллега собирал собственноручно из деталей, закупленных в Китае. Ему это обошлось 200 тысяч. Правильно. Но вот вы посмотрите на данный аппарат. Что это такое? То же самое, что это. В один-один точно такой же функционал. Летает на 5-7 км. Передает картинку HD обратно. Пишет на флешку внутри. Датчики определения объектов спереди строят. Вдобавок. Сейчас вот эта старая модель. А в новую они поставили новые двигатели, новые пропеллеры. И он практически не слышен. Но это не значит, что с помощью его можно снимать интервью. Во всяком случае надо понимать, что все это вращается, все это шумит и жужжит. И самое безумное было письмо в нашем магазине. Я вам могу рассказать. Или комментарии в видео я точно уже не помню. Мы очень недовольны квадрокоптером и купонтером у вас. Мы пытались снять интервью в доме такого-то. В коридоре мы когда подняли воздух, поднялся сильный ветер. И микрофон не смог записать ни от того же слова. Но это надо было голову включить. Ну извините. Ну мне так хотелось ответить. Держите. Совсем не тяжелой. Совсем не тяжелой. Вот это аппарат свадебщиков, как мы его называем. Потому что 90% людей берут свадьбу снимать. Ну или поснимать просто для удовольствия. 4К дает. 4К дает. 8 гривен. Да, 8 гривен. Ну я прям могу сказать. Она значительно проигрывает вот это. Особенно по шумам ветерщиков. Потому это вот видно. Потому что шумы ветерщиком просто ее убивают. Матрикса все-таки здесь. Ну ладно, а качество изображений. Ну как бы сказать. Для того, кто снимает свадьба, его достаточно. Для того, чтобы снимать кино, вот на этом снимать нельзя. На нее можно снимать только в те места, куда вы добраться не можете. Вот мы ездили на вулкан в Африку. Там надо было пешком лезть на полтора километра вверх. Вот я был с этим рюкзаком бы, наверное бы влез бы, но умр бы. С этим влез, но не умр. Поэтому вот я говорю, что всегда надо думать об этом. Потому что... Понимаешь? 800 грамм или там 750 грамм. Еще? Шикарно. Да? А вы наберете сенсоры вот этого всего? Мы ничего не производим. Прямо вам говорю. Потому что на текущий момент диджай принадлежит по официальным данным из Америки порядка 72 процентов рынка. 72. При том, что монополизм считается и, условно говоря, абсолютное доминирование в рынке в районе 25-30 процентов. То есть других коптеров просто нет. Можно сказать, есть. Ну да, единичный есть. То же самое iMovie. Вот это вот, что все статика говорят. Да, он хороший, он отличный, он на нем работал. Но он стоит в три раза дороже, чем... Рудинг. И, соответственно, позволяет сетям станут функции. Но! Типу он дает другое ощущение картинки. В чем проявляется, в принципе, ощущение картинки? Вы понимаете? Смотрите. Вот когда вы берете систему атомного всего, там все это базируется на датчиках. Какие? Аксерометры. Гироскопы. И все возможные другие там. Сенсоры возможные. Типа определение уровня горизонта. То есть инфракрасные. Можно еще придумать GPE, чтобы определять перемещение аппарата на земле. И вот дальше возникает дикая математика. Определите, когда ваш аппарат движется. Когда он движется с постоянной скоростью. Когда он разгоняется. То есть как должно это все вычисляться. То есть и у всех компаний это реализовано по разному. Вот многие говорят. Типа. Он на данных аппаратах заваливает горизонт. Но как это проявляется? Вы летали на память? Ребята? На таком нет. Ну хорошо. Что происходит, когда вы вращаетесь? Ну не ровно. Если обратишь внимание. Он налево заворачивает. Направо. Направо налево. А? Это не физика. Это несколько по другому. Это просто накапливается ошибка. И не понимаем. Потому что что в этот момент происходит. Но с этим компанией борются. Если посмотреть первые модели. На задавленном давно. Там будут градусов под 25 завалов. То есть сейчас. Вот. Камера 360 градусов. И полетели. Вы здесь видите камеру. Просто матрицу. Само пишущий устройство и кодер. Находится уже внутри коптера. То есть внутри коптера находится модуль. Который все кодирует. И преобразует. Вы скажете. Какие форматы поделают? Очень просто. РАВДНГ. 1,6 гигабита. И пишет прорезы. 4,2,2. 4,0,0. Все. Вот. Но это требует положения денег. То есть в полном комплекте. Такой коптер уходит под 600 тысяч рублей. 4,2,2,2. Кстати температура рабочая. Они тут изменили. Наконец-то утеплили барометр. И сделали подогрев батареи. То есть это получается более. До 20 градусов. Минус 20. Здесь используется новое поколение HD лунков. Что значит новое поколение? На дальности до 400 метров они пытаются передавать Full HD. То есть, если канал пропускной позволяет, поскольку он там двухсторонний канал, то там идёт подтверждение каждого принадлежного байка. То оба устройства переходят и передатчик, и приёмник на Full HD, если есть канал. Если нету, начинается сворачивание в качестве картинки, и так он может летать почти до 7 км. Ну, здесь нечего говорить. Без практики могу сказать, не снимайте лошадей с коптеров близко. Лошади не понимают, что это за мухлубжащий, и стараются от них убежать. Это в прошлом году, мы пришлось поехать на съёмки. Здесь вот что интересно, на данном коптере наконец установили в ТВ камеру. Это позволяет пролетать намного более опасные манёвры совершать. Вот сейчас вот видите, это вот если пилот видит вот это, он может выбрать высоту ровную, чтобы пройти над объемом. Скорость под 70 км. Кстати, Дакар тоже снимает на Инспайрате. Там и вертолёт работает, и Инспайрат. Там очень интересно, там руку прямо завозят, бросают по поле, и там два Инспайрата. И ждём, пока приедет машина. А можно? Да? Нормально через лес китай. Чё говоришь? Через лес китай. Нормально? Ну, если в нём начать дырку прорежешь, то да? Ну, я просто смотрел доинфицированные ролики, и говорилось о том, что там есть как раз вот эта вот система избежания столкновения. Смотрите, вы не забывайте, что, вот видите, вот как это будет видно в камерах. Вот вы видите на камеру в картинке трос тонкий, видишь? Монитор, ты как смотришь, глазок, видишь трос? Нет, просто это понятно. Ну, ты увидишь трос? Конечно, ну, я-то вижу. Ты не увидишь. Вот давай сейчас мы тебя отпустим, и ты по камере пойдёшь в лесу. Ты весь исцарапываешься. Потому что камера недостаточного разрешения. Чтобы ты видел троса и всё остальное на достаточном удалении, у тебя будет разрешение просто безумная камера. И безумный процессор. Троса-то да, но если знаешь, что нет тросов, есть только крону, которая не предсказуема от формы. Летай, но если там кажется хотя бы одна ветка торчащая, без листу, то он её не увидит. Если там нет... То есть там можно выставить то расстояние, на которое он может подлететь, да? Нет, он подлетает обычно два метра. Но ты можешь просто сделать. Ты можешь это отключить и полететь на свой страх и риск. Нет, ну как бы не отключить, например, я это сделал. Или 50 секунд. Можешь попробовать загрубить её. Это... Нет, в смысле... А эти какие есть? Есть. Пожалуйста, пиши свою программу, и тебе никто не мешает. Понятно. Но это здесь наша задача всё-таки не рассказывать про то, как... Внутренне. Но если про это откладывать, то сюда можно писать любое стороннее приложение, оно можно обрабатывать любую информацию, выдавать её на внешнее устройство. Но это всё полётная логика, полётная информация с курса, а вы из других камер. Делаете всё, что хотите. Скажите, пожалуйста, а вот... Да? Я вот не совсем понимаю... Чего... Какая принципиальная... Вот... Примерада стоит или тем, чтобы вот, допустим, ветку... Обнаружить вот с таком расстоянии, вот вашего коптера? Остановиться. Да. Остановиться. Вот вы сейчас идёте, я вам сейчас вот так палку на 5-ми сантиметров поставлю. Вы даже увидите её вот так, вы не остановитесь. Вы у двум-то обойдёте. То же самое с ним происходит. Мне же не хочу хвастаться. Но в Тайге мы ночью ходили вот с таких меток, как в Тайге. Я вот тоже. Я вожу в Тайге, я вожу везде. Но мне это невозможно сделать, потому что у него скорость под 60-70 километров. Тормозной путь будет метров 15. Да, да. А у человека, да, меньше сложно. То есть у него больше времени... Но вы можете в него включить режим Cinema Mode, который вам даёт особую плавность управления. Когда он летает еле-еле и видит объект, где-то ближе. Вот этот белый, да? И чё? И серый. Вы можете включить режим... Вот видите, здесь стоит сейчас режим стабилизации. Другого здесь режима особого нет. На коптерах есть ещё режим FixLink. Ну, как самолёты за бубровом завоцают плаву. Или по-другому с фиксированным крылом. FixLink. То есть у него это поведение камеры, как у аэроплава. То есть коптер математически компенсирует наклон коптера, который связан с ветром. Но, если вы даёте управление повернуть направо, он чуть-чуть наклоняет камеру направо. Вы видите, получается совершенно изумительные кадры ощущения полёта птицы. Вот вы летите вот так раз в левый короб, в правый, в левый. Если вверх поднимаетесь, он камеру чуть-чуть вверх приподнимает. В чём особенность этих коптеров? Обратите внимание, спереди лучи по другим углам. Это первый коптер, на котором можно чуть-чуть камеру приподнимать вверх. То есть не вниз снимать, не вперёд, а чуть-чуть вверх. На 5-10 градусов, но этого достаточно. Но, если мы с вами посмотрим на совсем большие аппараты, у меня их, к сожалению, нет в роликах. Поэтому, если мы возьмём с вами матерцы, шестисотые и другие, то вот такие вот аппараты, рассчитанные под РЭД, там можно ставить подвес уже на голову, можно сказать. Для чего? Для съёмок снизу мостов и других интересных конструкций. Когда вы их поставили снизу и идёте по башне, поднимаясь, у вас вверх где-то смотрит камера. Это совсем другие камеры. Это уже стало возможно. Это сейчас. Осталось только найти тех, кто вам будет это снимать. И кому вы сможете объяснить, что вы хотите. Потому что 99%, я вам прямо говорю, проблемы на съёмочной площадке, это не могут объяснить до съёмки, что хотят. Вот с камерой было тоже, просто до безумия. Если бы случайно не взяли с собой осмол, мы бы ничего там не сняли. Потому что разговор следующий. Мы картинку так, что снимать? Общие планы. Общие планы. Приезжаем. Ни одного общего плана. Ни одного. Нужно снять крупно лошадей. Это общий план. В результате мы снимали так же. Вот на палку прикрутили и снимали со своим. Простите, пожалуйста. Я застал то время, когда через съёмку составлял свой режиссёрский план, который был на лицо шестым карандаша. Этого что, сейчас уже нету, да? Это счастливое время было, когда такое. А сейчас, со словами... Сейчас вот сколько времени? Сейчас пять-шесть. Через час могут позвонить и сказать, мы вам берём билет, через два часа вы улетаете. И какой план? Никто даже сказать не могло. Но хотя бы говорите. Учите ваших студентов говорить, что хотят. Или хотя бы идеи говорить. Ну вот мы не знаем, мы хотим поснимать лошадей, но хотя бы мы хотим поснимать, мы не знаем, может крупно, а может с общим. Тогда берётся такой комплект огромный, который позволяет это снять. Я ещё добавлю, там уже на каждом лице строили визы. Сейчас этого может и Е3 есть. Я не скажу, что нету, но я за всё время ещё ни разу не видел. Счастливое время сейчас так будет. Вы знаете, может быть, но оно страшное. Потому что ты приезжаешь, а тебе говорят, а вы чего, оптику не взяли 100 миллиметров? А где оптика 100 миллиметров? Ты такой удивлённый. А мне кто-нибудь что-то писал? Хотя бы письмо, хотя бы что-то. Хотя бы по телефону сказать, по телефону. Нет. А ты когда куда-то летишь, то каждые для тебя 150-200 грамм, это, извините меня, спина не железная уже давно. Есть вопросы? Готов ответить на всё, что хотите. Где вы в Москве находите? Дмитриевское шоссе, дом 7, дробь 2. А визитку можно? Конечно. Я сейчас вам всем дам визитки. Система стабилизации, расскажи. А что конкретно? Принцип работы. Принцип работы, в принципе, он уже стандартный. Но по жизни он не стандартный. Вы все знаете, большие подвесы, вот раньше были. Либо стадикам внизу находился мусор. В чём основной принцип всех этих вещей? В том, что вы выравниваете вес, потом внизу вешаете, чуть-чуть добавляете. Но это убирает только большие перемещения. На вертолётах везде использовалось по-другому. Там была вот такая скоба. Вот реально вот такая вот. Вот из такой вот лучины. Металла. Почему металл? Я не знаю из чего, но по моим ощущениям точно не алюминий. Потому что веса мне говорили при трансферёрке под 150 кг. Чургудики вырезали. Ну... И вся эта фигня вешалась на амортизаторов. И после этого происходило следующее. Влетал вертолёт и всё отлетело. Как это стабилизировать? Соответственно, первое. Это у вас стабилизируется за счёт того, что большая масса. В чём плюс такой стабилизации? Нету никаких остаточных колебаний. У вас просто есть предел, когда уже начинает всё колебаться. Ну вот у моего знакомого, кто даёт варианты данные подвеса большие. Максимум они вешают 350 мм. Наверное. То есть максимум. Вот, кстати, если вы смотрели пиатлон танковый, то там вот видели работу с оптикой 350 мм. А вот как раз снимали. Они как раз летают. На большом вертолёте. Да, на большом. На большом. В чём её не достать? Такую скобу хрен вопа лечь на Роберсон. Извините меня. То есть Роберсон просто загнётся сразу, призвать. Статист на Ми-8. Цена часа. Совершенно безумная. Пилот нужен совершенно безумный. Таким в этом году больших вертолётов нету, по-моему. Ну, значит они это не как тогда. В прошлом году на больших вертолётов не так. Ну вот. И, соответственно, встаёт вопрос. А как делать вообще? Сейчас, погодите. А вот эти вот стабилизации, они работают по другому принципу. Здесь нет инверкционных. Да держите, держите. В нём нет инверкционных звеньев. Он легкий. Здесь делается очень просто. Берётся у вас камера с объективом. Уравновешивается в ноль для того, чтобы убрать нагрузку на моторах статическую. Там стоят моторы очень специфически сделаны. Бесколлекторные, но намотанные совершенно другим способом. Как нестандартные двигатели. В чём особенность этих моторов? Они дают при своём размере очень маленькое усилие. Но реакция на изменение магнитного поля совершенно безумная. То есть, вот ты только даёшь туда инверкционного тока, у тебя мотор сразу же поворачивается, ну там, чуть ли не 25 миллионов, не миллионов, а тысячных секунд. То есть, у него проворот происходит на 180 градусов. И такие с шаговым двигателем, видимо. Там не шаговый мотор. Тысяча обмоток на... Там не шаговый. Там очень хитро намотан. Там, понимаете, в чём дело? Здесь, когда вы делаете стабилизацию, вы должны бороться с двумя вещами. Если шаговый, он у вас переходит с обмотки на обмотку дискретно. Здесь они намотаны. Часть на одном зубе, часть на другом зубе. На этом больше, на этом меньше. Для того, чтобы переход с зуба на зуб был мягче. Но всё же переход есть. И его нету. Его по ощущениям нету. То есть, вы сейчас можете его попробовать? Ну, то есть, если, допустим, в пределах его регулировки будет тысяча этих шагов, то они будут совершенно неизвестны. Ну, там... Ну, да. Но только там единственное. Там всего лишь 11 магнитов. А магниты, понятно. А магниты? Там, значит, должно быть 10... А там очень просто. На одном магните убирают, на другом добавляют. То есть, у вас получается среднее положение. Ага, вот так. Да. То есть, управление двигателем идёт по многожильному кабелю от процессора, который вычисляли? Там адская математика. И адская система управления. Там датчики холла расположены, которые определяют угол наклона, дают обратную связь. То есть, всё это вот, оно достаточно специлическое. Но! Благодаря тому, что появились вот эти моторы, появились, которые позволяют очень быстро отрабатывать, появились трёхосевые гироскопы. Это очень важная вещь. И трёхосевые от селерометра. Почему именно трёхосевые? Потому что они работают по одному телу, и у них ошибка очень маленькая. В чём недостаток обычный электронный гироскоп, в отличие от механических? Что электронный гироскоп где-то за пять минут может уплыть практически на пять градусов. Но, если у вас три их, то три уплывают в разном направлении. То есть, компенсация – это беда. Когда у вас по одному телу, они все убегают в одну сторону. В результате у вас математика значительно упрощается. Ну, плюс добавляется туда фильтр Кауна, который убирает все погрешности, все ошибки, по входным данных. И дальше у вас включается алгоритм стабилизации. То есть, вы решаете, когда у вас надо верить акселерометру, когда вам надо верить гироскопу. А когда вам надо верить огонь. Если у вас, условно говоря, а у вас ещё может быть и GPS. Вот в компьютерах ещё участвует в GPS. Что делает GPS? У вас идёт равномерное ускорение. Что у вас показывает акселерометр? Ничего. У вас похоже только на полкера. Потому что есть дело. А что у вас покажет гироскоп? О, да, гироскоп. Ничего не покажет. У вас только покажет угол. Ну, ничего такого реального сущения. Кроме наклона полкера на сколько поднулся. И то только в первую долю секунды, как только он уклонился. Всё. А GPS у вас берет, значит, он летит. Значит, в этот момент нужно рассчитать угол удержания камеры, учитывая гироскопы ещё все автономные на коптере. То есть здесь же ещё на камере стоит вот здесь модуль, который считает все углы камеры отдельно. Внести в него коррекцию, учитывая GPS, учитывая наклон коптера. Вопросик, скажите, а вот для вот этой штуки есть такой рюкзак, например, спереди? Вот как детей спереди носят, чтобы они не в руки, а то упадут. А вот так вот на теле это придвинули? Есть. Есть. Но его не покупают. Почему? Потому что килограмм двести считают, что все могут носить долго. Но, в принципе, как показывает практика, неделю беготни и болезнь плечей, мышц, и вы бегаете потом уже не три часа, а пять часов. А через месяц бегаете уже, не обращайте внимания, сколько бегает. Хоть двух рук. А что происходит при резном включении, скажем, подмены сигнала? Что? Он наклоняется и летит на новую точку. Скажем, если обманка идёт, и тот пункт, который ему подсунули, он туда летит на полном газе. Он туда летит на полном газу, то есть со скоростью 70 км в час. Кстати, а вирусные атаки можно изменить программу? Можно. Можно. Вы знаете, в настоящий момент главная суть по всему, что происходит в мире, это всё-таки становятся люди-программисты самыми главными. То есть, потому что они, вот сейчас, если посмотреть, всё работает на электронике и на программном обеспечении. Потому что вот эти вот аппараты разрабатывались в прошлом году, ой, в прошлом тысячелетии, в 1913 году попробовали поднять первый квадрокоптер. Чем это всё завершилось? Падением. Потому что эта система не летает. Она не летает без маленьких вот таких вот деталюшек, которые рассчитывают более 160 раз в секунду, с какой скоростью, с какой мощностью давать нагрузку на каждый пропеллер. Какой убавить, какой добавить. И в результате это всё стало летать. И очень надёжно. Ну как, вы знаете, я ещё не знаю ни одного коптера, который бы упал из-за отсутствия ресурсов. Чёрче, наверное, по другим причинам. Да. А? Перекос, как у вас, осуществление осуществляется? Моторчики бали сквозь, моторчики увеличили, полетём. То есть, автоматом перекоса нету, да? Ну, вы понимаете, у автомата перекоса есть один недостаток. Ресурсность. Балатом перекоса требует вот в таких размерах, практически каждые 10-20 часов переборку. Кто его будет делать? А здесь, ну, считайте, вот ресурс таких подшипников в районе где-то восьмидесяти тысяч часов. Восьмидесяти тысяч! К тому времени пластик составится, и всё развалится. Здесь вот, я единственное видел, что ресурс умирал. Вот здесь вот шлейф. Вот видите, силиконовый шлейф. Вот здесь он внизу петрой проходит. Вот он умирал. И то он, знаете, у кого умирал? Вот тех, кто занимается съёмкой сельхозугодий. Нет, топографические карты. Контроль угодий вообще. Потому что сюда можно поставить ещё специальный объектив, который позволяет снимать спектральную карту земли. И не только объективство, а камеру можно другую спектральную поставить. И тогда это получается очень хорошее для агрокомплекса. Почему? Вы летите, вы видите, где у вас заводнение. Видите, где прошли всходы. Вы видите, где у вас нет ничего. И всё это благодаря вот таким маленьким аппаратикам. Что есть ещё интересного? Вот та же батарейка. Многие скажут, что в ней такого особого? Смотрите. Литий-ионный аккумулятор. Вентиляция. Каждая пластина оплаживается за счёт продувки воздушного потока через неё. Вы понимаете? Это может позволить только изумительные производители. Тот, у кого есть рынки. Ради интереса вам скажу так. Компания DJI начинала с 25 сотрудников. 8 лет назад. Нет, 10. 8 лет назад. Китай. Китайская. Сейчас компания DJI больше 8 тысяч сотрудников. 8 тысяч. Сервис-центр. Вот я лично был на этом сервис-центре. 500 сотрудников ремонтируют. Каждый день ремонтируют порядка 500 коптеров. Это единственная компания, которая при улёте коптера и подтверждение, что вы сделали всё правильно, вам возвращает деньги. А теперь попробуйте коптер. Молодцы, китайцы. Да. Всё уже потеряли. Всё уже придумано на нас. А на тот коптер можно камеру помощнее поставить, а? По поводу разрешения на полёты. Смотрите, по поводу разрешения на полёты. У нас ситуация в стране не то чтобы ужасная, а сверх ужасная. То есть мы, наверное, единственная страна в мире, где официально получить разрешение на полёты практически невозможно. Вы знаете, проще получить в Северной Корее. Проще. Реально. Там известно кому идти. А у нас некуда идти. Ну вот, кстати, вот этот самый. Вот видите, вот передача. Это Ронин первый. Вот видите, там ещё были. А вот сейчас вот. Вот. Видели там этот скелет? На кране. Может повестём. Ронин два, я скажу вам честно. Я когда взял руки вот по полочке, я просто понял, что это вот, ну, это реально аппарат для съёмок. Ну, видите. Балансировку просто вот такими, эти, вращаясь. Как-нибудь как. Вот этот его скелет, у нас тут покупает, у нас сейчас подчётку севера. Здесь появилось меню, которое позволяет прямо всё настраивать, прямо в полёте сзади. Батарейка, вы смотрите, насколько он лёгкий. Там батарейка весит 50% коптера. Ещё же он. Пластик. Аминутул в манговый склад. Это металл. Что интересно, здесь они сделали у Ронина, наверху питание на ручке, можно от любых батарей питать камеры. То есть это убираются батареи с камер, с фокусов и всего остального. Но опять, там проблемы с переходниками, с адаптерами, потому что их металл. Ну вот так таскать его будет тяжело. Но есть хотя бы один плюс, его можно поставить. Потому что раньше нельзя было его поставить. Надо было обязательно с собой таскать ассистент. И потом, чтобы у всех, кто помогал, это всё поднять и поставить. Это камеры. Это строят 3D объёмных пространств. Для определения воздуха припоследствии G. Это служебный. Там. Калыш матит, а при этом будет стабильная картинка. Это подвес для того, чтобы убрать большие. У нас есть два порядка колебаний. Часть всё большие. Это где-то в районе сантиметров 15-20. А второе это мелкая дрожь и изменение перспектив. Вот это убирает дрожь. Петра. Мы с Петром мерили практически все коптеры по разрешению. Мы с Петром мерили практически все коптеры по разрешению. Да. И, кстати, по петромическому диапазону. Ну, и не только там было. Да, много было чего интересного. Некоторые дешёвые коптеры оказались совершенно с ужасной длинностью. Но мы не коптеры мерили, мы мерили камеры. Ну да. Которые просто на некоторых коптерах стоят стационарно. Кстати, видеоматериалы у тебя есть, да, по-моему? Видео? Да. Вот тот самый есть. Конечно. Сейчас. Соберу. Соберу. Сейчас. Соберу. Соберу.